Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите бывший ПОЗРАВИЛ В ДНЕ МРАЧЕНИЕ. Мне больно, уже 6 месяцев молча жду его обратно. Знаете, здесь я бы сказал, вот с точки зрения психотерапии, да, здесь есть некая такая зависимость у вас от него, потому что вы молча ждете его обратно. То есть вы готовы его принять, несмотря на то, что он ушел от вас к другой. Да, вот здесь непрозитая боль, которая сейчас с вами блокируется. И мне кажется, что первое, что нужно, это помочь вам с проживанием этой боли, чтобы вы продвинулись дальше в осознании себя, чтобы вы продвинулись дальше в понимании себя, чтобы вы больше информации получали. А сейчас у меня возникает такое ощущение, что без мужчины, как бы, вами не живется особо. При том, что если он вернется, действительно, то есть если вот у вас получится, к примеру, его вернуть, то он же может точно так же уйти, понимаете, он может ведь точно так же уйти опять, просто потому что вы готовы его принять. И у него создается впечатление, что так можно, что от вас можно уйти, потом опять вернуться. Поэтому, если вам так не хочется, если вы считаете, что заслуживаете лучшего к себе отношения, то, наверное, имеет смысл сперва поработать с вашей самооценкой. Вот, как-то научиться себя любить, чтобы вы не ждали молча, да, обратно, чтобы не готовы были его принять. Чтобы вы хотя бы работали над отношениями. То есть я не говорю вам, все, уходи от него, забудь. Нет, такого нет. Но некое такое ценностное отношение к себе, некоторое такое достоинство, мне кажется, вам нужно здесь себе увидеть, почувствовать и привнести во взаимодействие с мужчиной. Кроме этого, есть основания, по которым мужчина ушел, есть основания, по которым человек ушел к другу, а эти причины никуда не делись. Вот, и если он взлется, вас отранило, то, соответственно, это может повториться вновь, что ранит вас еще больше. Вот, поэтому тут тоже так нужно смотреть. Что, по крайней мере, с вашей стороны послужило тому, что человек ушел. Следующий важный момент, насколько вам интересна ваша жизнь. У меня, например, сложилось впечатление, оно может быть ошибочное, вот, что самое главное в вашей жизни, это вот как раз мужчина, отношения и так далее. А вот сами по себе вы не интересны, сами по себе вы интересны, и жизнь ваша, как мне показалось, вам не интересна. Я могу ошибаться в этом смысле, я могу бы не брать, но хотелось бы тоже об этом как-то поговорить и это по исследованию. Что касается того, что его вернуть и что ответить на то, чтобы его вернуть, то я здесь могу вам сказать следующее. Со своей позиции могу вам сказать следующее. Человек не видишь, чтобы его возвращали. Да, поэтому вы не можете просто задать, человеку нужно захотеть к вам вернуться, к ному. То есть, как бы, отвечать, что это для того, чтобы его вернуть, ну, вы же понимаете, что это вот некое такое, знаете, замаскированное обесценивание. То есть, мне вот нужна эта вещь, без этой вещи мне плохо. Ну, человеческие отношения, мне кажется, выстраиваются на более свободные и более независимые основы. По крайней мере, здоровые. Вот. И, по крайней мере, такие, где людям не приходится страдать, где людям не приходится постоянно бороться с собой и себя обманывать и предавать. Вот. Поэтому задайте себе первый вопрос. Если я его не верну, да, вот если я не получаю гарантию, что я его верну, как я хочу ответить и хочу ли я вообще отвечать? Нужен ли мне человек, если нет гарантии, что он вернется? Как вообще я его воспринимаю, да, и всё мне в нём интересно? И что в том, что в нём мне интересно, есть во мне. Да? Знаете, какая история? Просто для примера могу вам, ну, в качестве примера могу привести такую аналогию. Вы приходите к врачу, к врачу, и вам ведь по большому счёту не интересны врачи, да, вам, ну, мало кому из людей вообще интересны врачи. Давайте прямо скажем. Вот. По доброй воле люди к ним, ну, вообще, как бы не ходят, не ходили бы никогда, если только медицины неинтересны. Вот. Ну, и любопытство. Ну, опять же, для любопытства, мне кажется, есть более интересные применения. Так вот, вы приходите к врачу. И вам не интересен врач, но вам интересно ваше здоровье. И с врачом вы, вы, вы общаетесь в контексте своего здоровья. Но, как часто вы могли замечать, что люди, первое, скандалят, второе, спорят, третье, там, пытаются ещё какие-то отношения выстраивать. Что здесь происходит? Здесь происходит то, что человек забывает, не замечает, для чего он общается с другим. Напротив, те люди, которые общаются с врачом для своего здоровья, они, как правило, деловитые, они, как правило, краткие, лаконичные, спокойные и так далее. Да? Вот. Поэтому, важно, чтобы вы, общаясь с человеком, вы четко понимали то, что мне интересно, как это отражается во мне. Как я, как я вижу, как я вижу в себе, в себе самой свой интерес к другому человеку. Знаете? И последнее, что хочу сказать, это то, что расставание, оно для вас болезненно, и это травма. Это некоторая такая разрушительная энергия, направленная на ваше представление о себе. Мне кажется, что сейчас ваша задача не только вернуть этого человека, чтобы он опять затянул эти дыры в ваших представлениях. Создал иллюзию, что все в порядке, что все хорошо. Мне кажется, ваша задача самой сформировать свои представления о себе. И уже потом посмотреть, хотите ли вы встраивать отношения именно с этим человеком. Я могу вам с уверенностью сказать, что те люди, которые прошли такую работу, совсем по-новому начали смотреть на своих партнеров. Вот. И не всегда они хотели к ним возвращаться. Потому что то, какая вы сейчас, вы нуждаетесь в этом человеке. Но то, какой вы можете быть, какая вы есть, просто вы себя не видите. Вполне возможно, в этом человеке не нуждается. И вот захотите ли вы узнать, какая вы сама по себе? Это вот большой вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Удачи вам и всего самого доброго. Будем на связи. Продолжение следует.